Добрый день! Итак, у меня закончилось тестирование всей продукции, которую я получила. Это семь ароматов. Про три я уже более подробно рассказала в моем видео на прошлой неделе. И я пообещала вам, что я сделаю очень честное, тщательное тестирование четырех оставшихся ароматов. И сейчас я вам доложу, как у меня это дело произошло. Значит, это были Приф, Толу, Олманд Бумен и Асманферс. Начну по каждому дню. Во-первых, я вам должна сказать, что каждый день я совершенно тщательно и честно соблюдала тот режим, который нужен для тестирования правильного. То есть я полностью мылась хорошо, мылом даже без запаха, то есть не мылом, а гель-душ без запаха. Мыла волосы также и тщательно высушивалась, и никаких не было других ни кремов, ни ароматов, ничего. То есть мне нужно было, я с какой-то такой тщательностью отнеслась к этому, я не знаю почему, но мне очень хотелось, мне было интересно, потому что запахи, вы знаете, для меня вот как бы месседж сам, сообщение в том, что если это дорогие духи, то они должны хорошо пахнуть, понимаете? Поэтому думаю, то, что мне не понравилось изначально, я должна всё-таки дать справедливый шанс как бы и измерить, понимаете, вот это по шкале справедливости, быть на самом высоком уровне для того, чтобы честно это определить. Итак, приговор вот в чём. Значит, 5 октября, это был понедельник, я сделала приф. Приф, эти все, мы уже говорили об этом, что это все, это туалетная, парфюмированная вода, вернее, не туалетная, а сейчас я сяду и вот так буду. Как вы, наверное, уже слышите, у меня ещё гнусавость моя не прошла, но тем не менее, я не думаю, что это как-то повлияло на мою оценку. Ощущение ароматов, ощущение запахов у меня не пропало. Приф 5 октября я сделала, что я, я сделала записи, каждый день я делала записи. Приф мне лично, честно говоря, не показался ни таинственным, ни загадочным, просто, так, 1, 2, 3, вот этот, это вот он был. Да, он мне не показался никаким, понимаете, сверхособенным. Просто какой-то очень такой неопределённый запах, как-то даже я его описать не могу, но не неприятный. То есть он как-то вот что-то есть, что-то есть, как будто, знаете, как будто интегрировано в вашу кожу, то есть это как будто бы часть вашего тела, часть вашей индивидуальности. Но хотела бы я, чтобы вот это была часть моей индивидуальности. Я не могу сказать, что он на меня не произвёл такое впечатление, как другие. Но не из этой серии, вы поймёте почему. В общем, я как-то не могла его ощутить даже первые пару часов, потом всё это скрылось. В принципе, это очень действительно приватный такой аромат. Стало бы я его покупать? Нет. А тем более за 160 фунтов тоже нет. Это вот моё, так сказать, моё личное мнение. Следующий был 6 октября опять на свежевымутые на всё, чистую кожу, на чистые волосы. Я нанесла толу. Когда вы помните, у меня было первый раз я делала салфеточки по всему дому, и я их нюхала в разные места положила, и потом нюхала, ходила. Мне он понравился, в принципе, потому что там нотки, которые есть Dior Addict, и также в Шалюре, в Шанеле, в Шанель Allure. И чувствуются они как-то интересно, они проходят вместе, параллельно как-то сплетаясь, не особо сильно портят друг друга, но как-то дополняя, может быть, какую-то сложность в этом аромате. И вот этот толу, он мне, в принципе, понравился. И по ходу, как я сказала, гибрид ощущается Dior Addict и Шанель Allure. Там же как-то и так же, на каком-то этапе, где-то в середине примерно, наверное, как-то после пары часов, как-то, но очень неупорно так, я не могу сказать, что довольно упорно. Я чувствовала нотки Шанель номер 5. Пудровый аромат, но не неприятный. Знаете, некоторые такие пудровые, действительно, они прямо вот пахнут такой пудрой. А здесь есть такая лёгкость, но в такой же степени, как пудровый он, вот, Алюр. Шанель Allure, он пудровый, но он очень такой приятный, приятный, нежный. Первые несколько минут всё это очень сильно ощущается. Потом, вот, как я сказала, упорные ноты. Шанель номер 5. Потом Dior всё-таки перцовые ноты доминируют для меня. И весь образ как-то вот становится более приятным и каким-то, вот, знаете, устоявшимся. То есть какая-то была, как будто какая-то симфония, какая-то прелюдия. А потом это всё встало на место, и знаешь, где что, в каком месте. И Dior Addict вот для меня был очень сильным, как бы, знаете, похожим запахом. Здесь есть какие-то, несмотря на то, что он похож на Dior Addict, но какие-то дерзкие нотки там были. Dior более мягкий. Здесь какие-то дерзкие нотки, но они такие, не кричащие. В целом, в общем-то, очень довольно приятный аромат, довольно сложный. И, но стоит ли платить такие деньги за него? Я думаю, что нет, потому что от Dior Addict достигается, в принципе, такой же эффект и такое же ощущение. Очень похожие запахи за более доступную цену. Вот, так что это Толу. Толу мы с вами поговорили. А потом у меня было два очень интересных дня. Сейчас я расскажу вам. 7 октября, это было, когда, позавчера, я попробовала Ormond Woman. И если вы помните моё первое впечатление от этого, от брызга на салфетку, я его на себе не носила пока, но я почувствовала, что он такой очень common, общий слишком. И что я делала в этот день? То есть, это была среда. Опять я вся вымылась, если бы вы знали, как мне это надоело, каждый день мыть голову, сушить. Но думаю, раз я пообещала, потому что, в принципе, вот от Толу утром даже на волосах у меня, вот сзади на шее, на волосах, очень такой, он стойкий, он хорошо держался, он долго, вот это я должна отдать должное, в принципе. И я хотела всё это смыть, я не хотела никакой там ассоциации или какого-то переплетения запаха, чтобы получить ложное этот самый. А вот вам орхидейка у меня вот такая вот, я специально сломала для видео. Так вот, Ormond Woman, интересный запах, но вы знаете, интересен он, в принципе, своей универсальностью. И я никогда не думала, что, может быть, потому что, вот на мой взгляд, это слишком такой, знаете, общий какой-то он такой, заурядный он. Он заурядный, он, но хотя сложный, вот как-то они так этого добились, я не знаю. Но поэтому, мне кажется, он поэтому и соответствует названию, потому что настолько универсален, что он подойдёт, в принципе, пожилой женщине-славянке или молодой японке или арабке. То есть он подойдёт всем, любому, в любое время дня, в любое время ночи, в любой сезон, зима, осень. Он просто вот там есть и всё. Он этим же мне вот сразу стал неинтересен, потому что он для всех. Его, в принципе, можно ожидать, знаете, на любой женщине, любого достатка, любого положения, любого занятия, любого возраста, национальности и так далее. То есть мне вот эта вот всеобщность, она мне, я не могу сказать, что она мне претит, но она мне неинтересна. То есть, в общем-то, запах такой, знаете, он очень какой-то неуловимый. Вот я пыталась в течение дня, вот я встаю, иду, Ричард сказал, что он особо сильно не почувствовал ничего такого интересного вообще, в частности, вообще не почувствовал. Вот что-то там есть, но что такое, вот как-то непонятность какая-то. В общем, это не для меня. Я могу сказать, из-за этой универсальности этот запах не для меня вообще. Вот, но и для меня, мне он не подходит. Но просто, знаете, он меня никак не зацепил, не взбудоражил. Если духи дорогие, они должны как-то, я думаю, быть, там должна быть какая-то изюминка, по крайней мере. Они не обязательно должны всем нравиться, быть на все вкусы, но там должна быть какая-то изюминка. Там я не увидела изюминки вообще никак. То есть, это нет. Ни в коем случае, и тем более за такие деньги. И последний Асмантус. То есть, там чем дальше, тем страшнее. Знаете, как в сказке было, действительно. И я, в принципе, я не могу сказать, что я обалдела от этого бренда совершенно. В каком-то я в таком шоке от шикарного качества или каких-то сногсшибательных ароматов. Я не знаю. Я, знаете, уже знаю духи неплохо, в принципе. И дорогие бренды, вот мне этот бренд, он как-то не... Кроме эликсира, который мне пришел, кстати, я вам сейчас расскажу. Кроме эликсира мне, в принципе, там ничего не понравилось. Я считаю, что Толу можно заменить спокойно или Шанель Алюр, или Диор Адикт. Запросто вы добьетесь того же самого результата за полцены практически. И Асмантус. Это было вчера дело. Вчера, опять же, я помылась, высушила голову, все, никакого крема, ничего. Сначала побрызгала духи. И сижу, жду. И, вы знаете, вообще, вот этот запах, он посеял такое разочарование во мне. Всю неделю я, как я уже сказала, я очень честно соблюдала все эти правила. И я надеялась на какое-то очень интересное такое открытие для себя каждый день. Потому что там так и написано, что после душа на чисто вымытые волосы и кожу наносите аромат, походите, подумайте, поделайте записи, куда это вас влечет. Никуда меня это не увлекло. Серьезно. Я, в общем-то, впервые в жизни после нанесения аромата вообще, мне срочно захотелось вымыться. Вот этот Асмантус на меня вот такое впечатление произвел. Он, вы помните, у меня не особо был лестный отзыв о нем, когда я делала первый обзор, но это был первый исключительно по результату как бы сбрызгивания на салфетку, да, то есть я его не носила. И первый раз я заметила, что запах вообще, знаете, какого-то дезодоранта, в общем, мне захотелось снова вымыться. И я решила, ну, посмотрю, что будет. Мне было некогда, в принципе, через пару часов он просто вообще пропал. Вот он просто исчез. Думаю, слава Богу. И как будто его и не было. В общем, я облегченно вздохнула и нанесла вот этот эликсир, эликсир с удовольствием роял. И у меня как раз вот позавчера пришел он, но там коробочка. И я, в общем-то, как вот он мне сразу не понравился, этот Асмантус, также по результатам нанесения вот этого в течение дня, то есть я терпеливо ждала, может быть, там что-то появится. Может быть, я и сморкалась, и в нос закапывала. Но у меня не настолько заложено, что я запахи не чувствую. Я чувствовала все. Я могла их очень тщательно описать, как вы уже видите. Вот. И здесь он раз и пропал. Понимаете? То есть я нюхала себя, я нюхала свою футболку. Каждый день я надевала другое, разное чистое белье, чтобы, если я побрызгала на одежду, почувствовать, стоит ли этот запах, остается ли долго. Там вообще как-то вот ничего. И как только я сбрызнула с эликсиром, у меня сразу жизнь наладилась. То есть сразу стало хорошее настроение, сразу же все как-то встало на свои места, я почувствовала себя комфортно. И даже эликсира у меня уже очень мало. Вы видите, там все. Ой! Извиняюсь. Вы видите, здесь уже практически... И я, в общем-то, сделала всего два брызга. Каждый день, я должна заметить, что каждый день те вот эти эксперименты, которые я проводила, я сбрызгивала все 2 мл на себя. Это много, в принципе, если подумать. Если подумать, что вы покупаете флакон 50 мл, и сбрызгиваете каждый раз на себя 2 мл, то, в принципе, вам этого хватит всего на месяц. То есть это многое я делала для того, чтобы хорошо почувствовать, раскусить аромат, и понять его, и возможность описать. В общем, вот у меня вот такое сложилось впечатление обо всем этом. Что бы я купила? Я бы купила только эликсир. Он очень концентрированный, он очень долго держится. Он держится на мне. И это было практически 24 часа, я чувствовала это. Ну, может быть, ну, скажем там, ночью особо сильно для меня, например, особо значения не имеет, но я всё равно чувствовала. А вообще, в принципе, он спокойно держался, где-то порядка 14-16 часов он держался шикарно. Поэтому за цену, понимаете, цену вот этот Роял Амбре, Амбре Роял, или как он был, или Роял Эликсир, разница это себя оправдывает в цене. Это вот этот эликсир, он 50 мл стоит 195 фунтов. Мы уже об этом говорили, и я делала подробный обзор этого. Просто хотела подвести черту, так сказать, и сказать, что, вы знаете, не стоит убиваться. Это очень хороший маркетинг, вот это вот поиметь, поставить, попробовать, побрызгать, порассуждать и так далее. Может быть, как подарок даже. Но лучше уж купить что-то действительно хорошее, потому что вот из этих всех, сейчас я попробую, Чампака, я помню, был приятный. Чампака мне напоминала Нина Ричи Поп, мы уже говорили об этом. Довольно приятный Таиф, интересный, он такой загадочный. Толу, неплохой запах, но я не думаю, что он этого стоит. И Эликсир. А вот три вот этих, Орманд Вумен, Османтус и Приф, они на меня как-то вообще вот, ну, никак. Может быть, это просто лично мое, но поэтому оно и есть мое личное мнение. Ну, вот и все. У меня еще есть парочка вещей вам показать. Я не удержалась, естественно, я уже некоторым из вас написала даже. Я выписала себе, выписала, купила палетку Nude Dress, Диоровскую. И вчера еще раз я очень тщательно рассмотрела все цвета. Больше я пока палеток покупать не буду, потому что у меня их очень много. Я знаю, что я вам должна, мои все Диоровские палетки, все Том Форда палетки со сводчами, я это буду делать. Сейчас с духами у меня завершилось дело. Вот, и покажу вам коробку, потому что пришел вот этот Роэл Эликсир в коробке. Я сделаю отдельное видео, потому что в коробке прекрасно это выглядит. Очень красивый такой подарочный вид, понимаете, набор упаковки очень красивый. Не просто духи в упаковке, как там остальные делают, а это очень красиво все сделано. Так что подарок на Новый год, самим себе любимым, очень даже неплохо. Я думаю, что я сделаю то же самое видео на английском сейчас, потому что, как я голопом по Европе тогда прошлась, первое видео я сделала, оно было как-то не очень, я думаю, не очень справедливое это, что сейчас у меня вот все эти подробно на русском. Кому интересно на английском, тоже смотрите. Ну все, пока, до следующей встречи, пока.